Вы слушаете и смотрите Международное французское радио РФИ в студии Анны Строганова и Ольги Дмитриевы. И сегодня с нами одна из основательниц движения Femmin, Александра Шевченко. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Саша, мы решили сегодня вас пригласить, потому что вы недавно стали героиней книги, которая вышла во Франции. По-французски она называется Femmin' Histoire de Trahison, по-русски Femmin' История Предательства. Написал её французский фото-журналист Оливье Гужон, и он был одним из первых западных репортеров, освещавших акции Femmin' в Украине. Насколько я понимаю, он познакомился с вами ещё в 2009 году в Киеве. Всё так пока? Да, в 2009 году, когда мы ещё не подозревали о том, что мы интересны международной прессе, но, конечно, были этому очень рады, но совершенно не умели работать с прессой, потому что, я уже этого не помню, как он рассказывает, что он писал нам очень долго, а мы ему написали, ответили накануне акции, сказали, ну, приезжай. Несмотря на то, что ему нужно купить билет на самолёт и прилететь вообще в другую страну, успеть на акцию, которая для него, он не уверен, будет или нет вообще. Но мы, будучи тогда ещё совершенно юными и неопытными в работе с журналистами, вот так ему ответили, и с тех пор его знаем. И он все эти годы за вами наблюдал, он об этом говорил? Да, он несколько раз приезжал в Киев и в другие города Украины на наши протесты. И когда мы приезжали впервые во Францию делать акцию против Доминика Строскана, мне кажется, он тоже был, и, ну, в общем, по мере возможности, видимо, и по мере его интереса, он за нами следил и наблюдал. Ну, и так как он был в Украине, то он мог нас наблюдать не только на акции, а и в обычной жизни, во время подготовки к акции, после акции, и, соответственно, узнать нас поближе как-то, не то чтобы подружиться, но, в общем-то, увидеть, что, возможно, мы не просто дикие амазонки, а ещё и там какие-то другие девушки. И он написал эту книгу, вот она. Да. Это, наверное, третья на французском языке книга о Фемене, я думаю. Кажется, да. Из тех вот, что выходили во Франции. Он решил её написать, как он объясняет, потому что в какой-то момент, когда он уже отошёл, ну, то есть он перестал так следить за вами, как он следил раньше, он понял, что происходит что-то не то, он решил разобраться, он обратился к вам и к Оксане Шачко, которая тоже на обложке этой книги вместе с вами. И мы с ним, его нет сегодня с нами в студии, но мы записали с ним интервью заранее, и я предлагаю послушать отрывок из этого интервью, где он объясняет, что именно, как ему кажется, произошло, что именно не так с Фемен в том виде, в котором это движение существует сегодня во Франции. Движение изменилось сразу на нескольких уровнях. Во-первых, во Франции сложно представить себе, что движение изменилось, потому что никто не знал Фемен, пока они устраивали свои акции в Украине. Сравнивать не с чем. Исчезла основная доктрина Фемен – секстремизм. Остался только метод. Участницы французского Фемен выходят на акции с обнаженной грудью, так же, как Ботеро рисует толстых мужчин и женщин. Способ действия тот же, но суть утрачена. Секс-экстремизм сочетает в себе политический радикализм и сексуальность, но не обнаженную натуру. Это был способ, которым Саша и Оксана пытались донести свой посыл, заключавшийся в следующем. Мое тело, которое вы считаете объектом, на самом деле является частью меня как субъекта. Это совсем не тот посыл, с которым выступает французское движение «Фемен». Кроме того, движение, которое изначально боролось за равенство и за солидарность, стало сегодня вертикальной структурой с культом личности. Во всех СМИ видно только Инну Шевченко. Что касается содержательной части, то «Фемен» надо было работать со школами и с ассоциациями, продвигая идеи феминизма. Все действия движения не должны быть направлены только на мгновенную цитируемость в СМИ. Но сегодня «Фемен» заинтересована только в акциях с сильной медийной составляющей. Оливье говорит, что главным предательством, тем предательством, которое он вынес в название книги, стало то, что движение в его сегодняшнем виде утратило идею секстремизма. Может быть, мы начнем как раз с этого. Что такое секстремизм и как вы пришли вообще к этой идее секстремизма, когда вы начинали? Мы начинали в 2008 году с названием «Фемен». До этого мы были девичьим движением, так себе называли, назывались «Новая этика». То есть даже не феминистским, а девичьим? Мы вообще с 2006-го мы были по сути феминистским движением, но не называли себя таковым. И 2006-й вы сам, получается, сколько вам лет тогда было? Вы совсем были еще... Мне 18. 18, да. То есть вы буквально только закончили школу. Да. И, во-первых, мы не говорили «феминистское движение», потому что для Украины, как и для России, сейчас всем это понятно стало, слово «феминизм» — это ругательное, страшное какое-то слово, которое очень-очень мало кто понимает. И для того, чтобы его объяснить, человеку нужно, не знаю, в течение нескольких часов подарить часть своей жизни, когда ты ему вообще какой-то даришь кусок человеческой культуры, которую он упустил в своей жизни. И довольно сложно даже называть себя феминисткой и быть при этом... даже не то, чтобы услышанным, быть при этом не... В общем, чтобы тебя не захотелось кому-то просто возненавидеть сразу, потому что, считай, в Украине и в России, если ты феминистка, то ты какой-то маргинальный, не знаю, бомж, ты не часть общества, ты сумасшедший какой-то вообще дикий человек, ну, в данном случае женщина, какая-то больная на голову, ну, в общем, все вот эти вот гадости и глупости. И поэтому мы называли себя вначале девичье движение, потом подросли, стали называть себя женское движение, и уже фемин. И первые два года мы вообще не раздевались, то есть вот топ-лис акций и... До топ-лис акций, до секстремизма ещё было далеко. Мы были в каких-то розовых маечках, юбочках с розовыми шариками, и наши акции были не агрессивными, наши акции чаще всего были, возможно, провокативными, но это были перформансы, и было понятно, что... Ну, всё-таки это спектакль некий. То есть они не были направлены конкретно против каких-то личностей, которые действительно ответственны за беды женщин в Украине или где бы то ни было. А вот секстремизм — это та стратегия, к которой мы пришли, наверное, к 2010 году, может быть, даже немножечко позже. Да, но в 2010 году ещё даже организация собиралась разделиться на две, на тех, кто будет с экстремистками, тех, кто готов раздеваться и идти напролом, и лицом к лицу встречать врага, и на тех, кто собирался продолжать быть с розовыми шариками, но более не такой малочисленной, как с экстремистки, организацией. Кто придумал с экстремизм? Ну, мне кажется, это... Когда вы работаете таким коллективом, то очень редко можно чётко выяснить, кто придумал. Я точно знаю и помню, что я была за эту идею. Может быть, я её высказала, может быть, Оксана, может быть, это родилось стихийно в нескольких головах. Но то, что я и Оксана, мы были однозначно за, потому что мы видели, что идея обнажённой девушки, которая использует вот этот образ Барби, который все мужчины хотят, но не видят в нём никакой угрозы, то есть вот этой немой куклы, взять этот образ в свои руки и его изменить, дополнив его голосом, диким криком правды. Вот этот способ протеста будет... За ним будущее, как нам тогда казалось, и сейчас, собственно. И мы с Оксаной были абсолютно в такой твёрдой уверенности, что нужно продолжать наше движение именно вот так. А в то же время Инна, о которой немало говорится в этой книге, которую немало сделала в движении Фэммон и против движения Фэммон, она была против. И мы, наверное, вот в течение полугода пытались её переубедить и объяснить, что это важно, что это нужно, что мы тоже стесняемся раздеваться, мы не эксгибиционисты, у нас нет каких-то эротических желаний раздеться, быть схваченными полицейскими, в этом нет вообще ничего от секса и какой-то эротики, никаких фантазий на эту тему мы никогда не переживали. Мы хотим просто, чтобы наша борьба была максимально эффективной, и мы готовы на такой шаг. И действительно, для женщины, для любой женщины, я думаю, для вас в том числе будет сложно раздеться, если это публично, если вы знаете, что вас при этом ещё могут арестовать, если вы знаете, что вы должны... Если это не комната с любимым человеком, где вы получаете удовольствие от того, что вы раздеваетесь. В общем, раздетая активистка — это совершенно не то же самое, что просто раздетая женщина, и совершенно не то же самое, что раздетая женщина для эротических фотографий в Playboy, или там, не знаю, в Facebook, в Instagram. В общем, мы пришли к этой идее, долго боролись внутри организации, чтобы всё-таки принять решение. А сколько у вас было человек на тот момент внутри организации? Нас было... Ну, можно по-разному считать, потому что есть как ядро организации, да, есть активистки, которые принимают периодические участия в акции. Ядро организации у нас было, наверное, четверо-пятеро. Вот те, кто основные решения принимают, наверное, и как бы оповещают других активисток о том, что вот мы хотели бы сделать там какую-то акцию против или за что-то, и вот вы могли бы присоединиться. Вот нас, наверное, было пятеро тогда. И кто были эти пятеро? Это Оксана, Инна, Анна, я. Это был Виктор, о котором тоже много говорят, хотя он участия в акциях не принимал. Кто такой Виктор? Давайте поясним, потому что я думаю... Виктор один из таких основных участников мужчин, участников нашей организации, потому что, ну, как вы все понимаете, в наших акциях не могут участвовать мужчины. В этом нет, как мы считаем, нет никакого смысла и нет никакой надобности. И мало того, мужчины не готовы, они боятся принимать участие в таких акциях, как мы придумываем. Этому есть несколько подтверждений, когда мы хотели, придумывали такие сценарии наших акций, где мужчины должны были нам помочь, там, например, обнаженную девушку вынести куда-то на руках, или там она должна была сесть на спину, там еще какие-то моменты. Но в самый последний момент они приходили на акцию, но в самый последний момент, когда нужно было сделать вот этот шаг на импровизированную аванс-сцену, они убегали. Боялись. И не делали того, о чем мы договаривались. И это были вот эти вот смелые, бравые мужчины, о которых говорит весь мир. Поэтому вот тот самый Виктор, естественно, он не мог и не должен, и не нужно было принимать участие в наших акциях, но он был основным участником мужчины, который помогал нам во всем. И таких мужчин было много, но просто он был с нами, скажем так, от начала до конца, и поэтому о нем, собственно, и некоторая молва ходит, потому что он был с нами практически всегда. В частности, в английской версии Википедии. Да, он оказывается как основатель движения, фактически. Он был с нами во время основания, но как бы я бы не хотела сейчас тоже сказать, что мы не те феминистки, которые ненавидят мужчины, не принимают никакой помощи с их стороны. Это нормально, что мужчина может быть тоже основателем или рядом с основателями во время основания какого-то движения. Но это не значит, что он, собственно, лично принимает решения и выбирает путь развития организации и придумывает, зачем, почему, что мы будем делать. Это не так. И, ну, собственно, те, кто были с нами, или, скажем так, могли заглянуть вот к нам во время подготовки, во время как бы обычной жизни между акциями, то есть не только то, что видели журналисты, которые снимали акции, а те журналисты, которые за нами следили, ну, потому что о нас снята немало документальных фильмов, они понимали, что... Они понимали как бы его важность, но в то же время он не один такой был мужчина, который нам помогал. И вот есть только один фильм «Китти Грин», который выставил за счет монтажа Виктора каким-то диким, я не знаю, владельцем гарема, ну, в общем, каким-то непонятным извращенцем, у которого есть вот эти голые украинки. Абсолютно, скажем, для меня, как для активиста, движение, как для человека, который вместе весь год жил с этим режиссером, с Китти, просто в одной маленькой квартире и вместе еще с пятью девчонками, мне обидно то, что она то ли совершенно не разглядела нас и не поняла, кто мы и что мы делаем, то ли она просто погналась за быстрым успехом и решила вот использовать какой-то такой голливудский сюжет, феминистками руководит мужчина. И вот таким образом сделать себе и фильму какую-то быструю рекламу, но это фильму не помогло. А вы можете рассказать, где сейчас остальные активистки, которые вот в те годы были, составляли костяк движения в Украине? Ну, мы с Оксаной в Париже, мы получили статус беженцев в Париже, потому что в 2013 году после нашего нападения на Путина в Ганновере нас стали максимально активно преследовать светслужбы, потому что, я говорю максимально активно, потому что до этого они уже нас преследовали несколько лет, но как минимум нас никогда не били. В 2013, летом 2013 года, нас стали избивать, нас похитили, у нас был суд, нас задерживали, держали в тюрьме несколько дней, как бы без причин. Но делали при этом это все украинские. Украинские и русские. И что самое интересное, что это были не только украинские спецслужбы, к этому были подключены российские спецслужбы. Но на территорию Украины. Да, но на территории Украины. То есть отсюда можно сделать абсолютно ясный вывод, что это не только потому, что нас ненавидел Янукович на то время, а действительно потому, что нас очень возненавидел Владимир Путин после акции. Какие у вас есть подтверждения тому, что российские спецслужбы к этому причастны? Ну, подтверждения это как бы наше свидетельство. То, что мы видели, мы слышали, на каком языке, с каким акцентом они разговаривают. Все-таки даже если я говорю по-русски, наверное, слышно, что я украинка, а не русская. И мы слышали, видели, как какие-то русские мужчины в штатском раздают указания украинским полицейским. И вот тут-то становится ясно, что эти мужчины — это не просто туристы. Несмотря на то, что для маскировки они надели какие-то дурацкие кепки с украинским трезубцем, становится понятно, что это спецслужбы. Или когда весь день, который мы проводим в суде, в ожидании решения суда за акцию, которую не совершали, весь этот день возле суда стоит машина с российскими номерами. И когда суд заканчивается, когда решение выносится, из суда выходит человек, из суда, который закрыт для всех, для журналистов и для любых вообще. В суде нет никого, кроме нас и судьи, и не наших адвокатов, потому что, во-первых, это воскресенье, во-вторых, никого не пускают. Вот есть только судья и четыре задержанных человека. И есть один человек из вот этой машины с российскими номерами. Ну, кажется, всем ясно, что это тоже не заезжий турист. Ну вот, тут, получается, 2013 год, вы решили уехать, но Инна Шевченко уехала раньше. Инна Шевченко уехала в 2012-м, да. В этом 2012-м. Потому что мы сделали акцию, где был спилен крест, где она была, собственно, тем, кто пилил этот крест. В центре Киева. Да, в центре Киева. И в день вынесения приговора по Сирайт. И были еще активистки, которые помогали ей спиливать крест. И это действительно была опасная акция, потому что мы понимали, что все-таки Украина, Россия, и это такие не то, что совсем религиозные страны, но тем не менее. В общем, люди не готовы к, например, разделению церкви и государства, как во Франции. Хотя и во Франции на самом деле не готовы. Но, в общем, мы понимали, что акция действительно опасная. И, собственно, через несколько дней после акции президент Украины на тот момент, Виктор Венукоевич, заявил о том, что тех, кто это сделал, нужно посадить. Естественно, мы все волновались о том, что будет с Инной и остальными активистками. И вот в одну из ночей после этой акции Инна исчезла. Когда утром я начала ей звонить, она перестала отвечать. Естественно, я в панике побежала к ней домой искать ее. Ее не было. Я там, знаете, как какой-то доморощенный Шерлок Холмс пыталась найти какие-то следы, не знаю, крови, каких-то ногтей или еще чего-то на стенах или на полу подъезда, чтобы понять, вообще жива она или нет. Потому что мы понимали, что спецслужбы, полиция или какие-нибудь религиозные фанаты, они могут действовать абсолютно насильственным, диким образом. Поэтому мы опасались, что она просто уже или далеко и надолго в тюрьме, или она, возможно, даже уже мертва. Но оказалось просто, что она вот в один из этих вечеров решила, что ей пора убежать во Францию. И ничего нам не сказав, хотя, естественно, мы бы, если бы мы поняли, что ей и остальным активисткам грозит настолько серьезная опасность, то, естественно, мы бы отправили их в Париж, потому что в Париже уже был создан Фэмон благодаря Сафье Лыбди, французская активистка, основатель другого движения. Ну, задолго до Фэмон не пьют не сумис, но в 2012 году она еще весной написала нам о том, что она хотела бы основать Фэмон во Франции, у нее есть достаточно активисток, готовых быть Фэмон во Франции. Вот, и, в общем-то, естественно, и Сафья, и все были готовы в случае чего принимать и Инну, и других активисток в случае какой-либо опасности в Украине. Но Инна приняла решение это самостоятельно, убежала, ничего никому не сказав, там, с какими-то выдуманными историями о том, как за ней там гнались, в общем, ни за кем больше не гнались, а за ней гнались, но это ладно. Ну, в общем, Инна здесь была уже с 2012 года и строила движение, как нам казалось, строила движение Фэмон, Фэмон Интернешнл во Франции. А история вашего расхождения с Инной, она начинается с момента ее бегства или позднее? На самом деле она начинается с момента ее бегства, потому что, как мы считали, будучи в Украине, мы абсолютно доверяли Инне, и даже несмотря на то, что она не предупредила нас о своем побеге, и сутки мы находились в состоянии просто шока, страха и непонимания, что вообще будет дальше и куда делся один человек. Может быть, она погибла уже. Тем не менее, несмотря на все это, мы были рады, что теперь одна из нас в Париже и сможет помочь Сафье развивать французское движение. И на самом деле мы максимально помогали со своей стороны из Киева всем, чем было можно. А чем было можно, это мы финансировали движение во Франции, то есть все, что все деньги, которые фэмэн зарабатывал, как бы украинский фэмэн зарабатывал через фэмэн-шоп и через пожертвования, все эти деньги мы отправляли Инне сюда. Мы максимально помогали ей со СМИ, потому что мы практически перестали делать акции в Украине, потому что мы думали, что самое важное сейчас помочь построить европейский центр движения Фэмэн. То есть все, что касалось информподдержки, это все мы делали из Украины, и это все было направлено на Инну. Но вы при этом в тот момент не думали о том, чтобы уехать тоже? Мы думали, когда мы познакомились с Сафьей, мы думали о том, что, наверное, нам следует отправить таких гонцов в Париж, то есть Инну, Оксану и меня, чтобы мы помогли Сафье построить движение здесь, потому что в Украине есть другие активистки, и, в общем-то, мы готовы отправиться сюда и развивать движение. Но так сложилось, что Инна уехала одна, и мы подумали, что, ну, наверное, она сможет справиться сама, плюс в разговорах, в наших скайп-разговорах такой был момент, когда стало понятно, что она готова активно работать самостоятельно, но если, например, в Париж приеду я, то она будет воспринимать меня абсолютно как конкурентку и перестанет работать в Фэмон. И мы подумали, что зачем нам какие-то глупые вот такие, не знаю, внутренние проблемы, лучше Инна пусть развивает организацию там, а я поеду в Германию развивать с Фэмон. Но это все равно было никак не связано с беженством, когда вы думали, что вы поедете развивать, это было, да, вот поедем, вернемся. Это было поедем развивать, да. И вернемся обратно, то есть это не было бегством. Нет, нет, это было, мы поняли, что у нас есть активистки в разных странах, девушки, которые нам писали, говорили, мы хотели бы участвовать, но как бы у нас нет здесь Фэмон. И мы поняли, что мы, конечно, можем по скайпу помогать им, но проще все-таки приехать кому-то одному, там, или нескольким, и помочь на месте, потому что все-таки, как бы ни казалось это просто какому-то, не знаю, праздному зрителю, на самом деле сделать акцию Фэмон сложно, и она не состоит только из того, что нужно снять футболку. Там, на самом деле, очень сложный подготовительный процесс, подготовительный процесс самой акции, процесс подготовки активистки, ее моральная, физическая готовность и интеллектуальная готовность совершить акцию, потому что одно дело раздеться на площади, а другое дело совершить прорыв, ну вот, например, даже в эту студию, потому что мы же делали и такие акции в Киеве, я прорывалась в студию, в прямой эфир самых популярных политических ток-шоу, например, и это не потому, что кто-то нам разрешил это сделать, и как-то мы с кем-то договорились, а просто мы разными способами находили как проход, как обойти охрану, как пройти в эту студию, как пройти, там, не знаю, с места зрителя в центр студии, как, ну, в общем, это много нюансов, которые, в общем-то, ну, избирательный участок, где голосует Владимир Путин, наверное, тоже охраняется, так же, как сложно попасть в взлетную полосу, или где вы там делали акции. да, да, где выходил патриарх Хирилл или на вот этой выставке, которая была в Ганновере с Меркель и Путиным, то есть это действительно очень сложные площадки, и... Ну, поэтому вокруг вас и ходит такое количество мифов о том, что все эти акции были там либо проплачены, либо организованы какими-то... Ну, знаете, я вот сейчас, я, конечно, понимаю, что можно придумать, что, наверное, кто-то помогает и каким-то образом проплачивает и дает нам возможность это сделать, но кто это может быть? Вот давайте, может быть, подумаем. Это кто вообще на планете Земля вот этот такой человек, который может быть и против Путина, и против, я не знаю, проституции, и против, я не знаю, например, Доминика Строскана. Кому это выгодно, чтобы какие-то девочки делали акции против такого широкого спектра мерзких людишек на нашей планете и помогал во всех этих случаях и ему одному, вот это должно быть выгодно. Это невозможно. Это может быть выгодно только активистам и просто обычным людям, разным совершенно. Я имею в виду, что мне как женщине выгодно, чтобы я или кто-то другой делал акции против проституции, потому что я не хочу быть проституткой, я не хочу, чтобы мои будущие дети подвергались сексуальному насилию и так далее. Мне точно так же, опять же, мне, обычному человеку, выгодно, чтобы авторитаризма в России не было и он никак не влиял на Украину, например, или на Европу в том числе. Мне выгодно, чтобы таких людей, как Доминик Строскан, например, не существовал или как сейчас Харви Вайнштейн, потому что снова-таки я хочу, чтобы в политике или в любой другой сфере деятельности мужчины и женщины получали что-то за счет своего таланта и усилий, потраченных на эту работу, а не потому, что кто-то, во-первых, а во-вторых, я не хочу, чтобы там существовали вот такие подонки, которые могут использовать свою власть для того, чтобы насиловать других людей, неважно, мужчин или женщин, и найти какого-то, я не знаю, политического или бизнес-деятеля, кому бы это было выгодно, помогать, вот мне, например, в этих моих стремлениях, невозможно, но я не знаю, кто, это Путин? Нет, потому что мы и против него выступали, это какие-то масоны? Нет. Это целлоиды. Кто это может быть? То есть, можно, конечно, такие делать вбросы, а им помогает вот этот, увидев одну акцию, но если анализировать движение в целом, то становится ясно, что нет никакого заговора, там внутри движения, есть просто люди, которые готовы рисковать своей жизнью ради справедливости, и может быть, кому-то это кажется диким, нам это не казалось диким, нам казалось диким в Украине то, что люди сидят, молчат или обсуждают что-то только на кухне, то же самое, что сейчас в России происходит. Но это как раз то, о чём пишет Оливье Гужон в своей книге, то, чем он называет предательство и идеи фемин, это то, что будучи в Украине, вы жили этим, вы полностью отдавали себя акциям, подготовкам к акциям, и у вас было настоящее, как он это называет, сестринство, солидарность, и то, что произошло после переезда Инны во Францию, после того, как Инна Шевченко возглавила французское отделение фемин, ну и в конечном счёте, получается, весь фемин, она всё-таки лицо фемин сегодня, это отхождение от тех идей и от основного посыла, основного посыла фемин, изначального посыла фемин. Что произошло во Франции? Во Франции произошло то, что, по всей видимости, Инна почувствовала, почувствовала, что она одна, на неё смотрят все камеры, и, наверное, ей это очень понравилось. И вот кроме этого, она забыла обо всём, что вот только что вы говорили об этом сестринстве, о том, что феминизм — это не о конкуренции между женщинами, это не о том, чтобы выдвинуть себя на роль главной лидера фемин, а это о том, чтобы помогать друг другу стать лидером, не знаю, в своей жизни, в своей деятельности, а не в том, чтобы друг друга топить. Потому что, когда она сюда приехала, я помню, я знаю Сафью Лыбди лично. Она на тот момент, во-первых, она организовала движение фемин во Франции, начала его организацию, во-вторых, она приютила несчастную, как здесь всем казалось, Инночку, у себя в квартире, где она жила с мужем и двумя детьми. Это небольшая двухкомнатная квартира, и она туда привезла практически там полузнакомую девушку из страны третьего мира, чтобы она у них какое-то время пожила, потому что она убежала из Украины. И я помню, как мне звонила Инна вот в эти самые первые дни и говорила, что Сафья Лыбди сумасшедшая. Она какая-то сумасшедшая, больная на голову арабка, которая всё время кричит, которая ничего не понимает, она не говорит по-английски, соответственно, она дура. И как бы вначале мы это слушали абсолютно в шоковом, удивлённом состоянии, потому что мы знакомы с Сафьей Лыбди. Нам казалось, что что-то не так. Ну, может быть, случайно, может быть, какой-то там крик она с мужем услышала и перепутала, и подумала, что это касается Инны или движения Фэмон, хотя это просто личная жизнь. Потом, естественно, мы не присутствуем здесь, мы находимся действительно далеко, и Скайп всё-таки не даёт возможности оценивать ситуацию хорошо. И мы стали верить Инне. И вот Инна приехала сюда где-то в середине августа. В конце августа, мне кажется. 27 августа, я сегодня проверяла. В конце августа... Потому что договор Кусирайт был 17-го. А уже в конце сентября Сафьи Лыбди в движении не было, потому что Инна её выдавила из движения. Причём это не было каким-то... Это было сделано абсолютно подлым способом, обманами. Мы не понимали, что это неправда, потому что, естественно, мы верили Инне. Мы Инну знаем несколько лет. Мы, конечно, знаем, что она очень амбициозная девочка, но тем не менее мы думаем, что всё-таки несколько лет жизни практически вместе, практически 24 часа в сутки, они как-то её изменили, и она всё-таки больше с нами, чем с какими-то своими личными амбициями и целями. Но, в общем, через месяц Сафьи Лыбди в движении уже не было. Когда переехали вы, вам не нашлось места в движении, или как это происходило? Когда приехали мы, нам не нашлось места даже в сквоте, который занимал Фэйман, потому что... Нет, мы, конечно, пришли и всё-таки взяли себе это место, но когда мы звонили, там, за несколько суток до побега из Украины, звонили Инне и говорили, Инна, ну всё, нас либо убьют через несколько дней, либо посадят надолго, и всё, мы уезжаем. В общем, готовься, что скоро мы втроём приедем. И она говорила, нет, у нас нет места, у нас... При том, что это театр, в котором, может быть, я ошибусь, конечно, в точном расчёте квадратных метров, но там поселить можно, ну, человек сто, наверное. Я не говорю о каких-то лакшери условиях, я говорю о том, чтобы бросить какое-то покрывало на пол, а нам только этого и нужно было. В общем, она нам говорила, нет, наверное, вам стоит ехать в какую-то другую страну. Этот разговор быстро закончился, потому что, ну, мы возмутились и как-то решили, что, наверное, давайте прекратим вообще сейчас этот разговор, потому что Инна там, может быть, что-то не поняла. Вот, и когда мы приехали сюда, вот в день приезда в Париж, мы заходим в этот сквод, и нас встречает, при том, что это уже за год, как нам казалось, построено французское движение, где десятки активисток, десятки, а нас встречает только Инна и две её ближайшие фанатки, они нас встречают не объятиями тем, как хорошо, что вы спаслись, и что вы здесь, и что мы теперь будем все вместе, они нас встречают словами, а что это вы сюда приехали? Это наша территория, мы здесь, мы FM in Франция, а вы вообще кто? А почему местные журналисты на вас не обратили внимание? Потому что местные журналисты были сконцентрированы вплоть до сегодняшнего дня, сконцентрированы на Инне, потому что, ну это обоюдный такой процесс, с одной стороны, она закрыла им доступ ко всем, к любым активисткам, к французским, к любым другим активисткам, кроме себя, потому что у неё там все имейлы от журналистов, например, направляются на её личную почту, не на почту FM in Франция или на почту FM in Украина, как это было раньше, отправляются на личную почту. И, естественно, я просто помню, я это наблюдала, когда она говорила, нет, эти активистки не готовы, они не могут давать интервью, я только буду давать интервью. И вот как это началось, когда она сюда приехала, собственно, так же по сей день происходит. И очень-очень-очень редко где-то можно там услышать какую-то французскую речь от французской активистки в каком-нибудь интервью, потому что все интервью даёт Инна, и, соответственно, всё общение ведётся и происходит через Инну. Если Инна хочет сказать в каком-то интервью каким-то журналистам, что я не знаю этих украинок и вообще не знаю, где они находятся, например, как было с одними польскими журналистами, которые приехали в сквот снимать АФМ и Франции репортаж, и Инна с ними общается, они говорят, а мы бы хотели вот ещё увидеть активистку Яну Жданову, потому что она разбила восковую фигуру Путина в Париже, мы бы хотели ещё у неё взять интервью, мы знаем, она живёт в Париже. А Инна говорит, нет, я не знаю, где она, я её давно не видел, вообще, я не знаю, она, наверное, не в Париже уже живёт, а Яна живёт просто за стенкой в одном и том же сквоте. И когда эти журналисты, простите, просто пошли в туалет, они случайно по дороге в туалет встретили Яну, о которой Инна пять минут назад сказала, что она не знает, где она находится. И, ну, в общем, то же самое происходило с нами, как мы только приехали. Соответственно, французские журналисты совершенно не подозревали о том, что в Украине сложилась какая-то страшная ситуация для активистов, и им пришлось бежать, и они во Франции. Об этом никто не знал. Когда происходили какие-то, как раз там тоже через несколько недель или дней, как мы называем, день рождения Фэмон во Франции, это был середина сентября 2013 года, на который пришли журналисты, их позвали Фэмон Франция в гости в этот сквот, и там была как бы маленькая такая полувеселая пресс-конференция. Тоже никто не сказал ни Инны, ни французские активистки о том, что вообще-то в зале с нами находятся сейчас три украинские активистки, две из которых основатели движения, которые вот буквально неделю назад бежали из Украины из-за преследований ФСБ и СБУ. Об этом никто не говорил. И мы на тот момент были настолько шокированы происходящим, что мы не пытались с этим как-то, ну, может быть, более жестко бороться, потому что мы думали, что, может быть, мы чего-то не понимаем, может быть, действительно, эта французская культура такая загадочная и непонятная, и нам, украинкам, вот пока это совершенно непонятно. А Инна уже знает, как работать с французскими СМИ, с активистками. И мы пытались с Инной разговаривать, и несколько раз у нас были так называемые такие круглые столы, когда мы садились и говорили, ну, что-то вот не так, ты видишь, мы не можем сделать вместе акцию, потому что, например, вы нам о ней не сказали, но мы же были здесь, мы же тоже хотим участвовать, и вообще-то мы приехали не круассаны жрать по утрам, мы приехали как активисты просить убежище, но продолжать свою деятельность. И вот как бы в глаза она говорила, да-да-да, это какое-то недоразумение, всё будет нормально, всё сейчас, там, с завтрашнего дня работаем вместе, всё отлично. И снова продолжались вот такие какие-то, не знаю, может, не совсем литературным словом выражусь, подставы, когда мы были просто обманным образом удалены из процесса, из французских акций, из вообще деятельности французского фэммон. И мы пытались бороться и пытались прорываться и пытались договариваться в течение, наверное, около года. Потом мы поняли, что, ну всё, это бесполезно, это ни к чему не приведёт, Инна с нами работать не желает, она только пытается нас как бы ещё больше унизить, обмануть и создать какие-то невыносимые условия не только для работы, но и просто для жизни. И, ну, дальше нас накрыла серьёзная депрессия. То есть, получается, во Франции вы вообще не принимали участие в акциях, которые французское отделение делало здесь? Мы делали, кажется, принимали участие в одной акции, которая была против Януковича, когда мы писали на его портрет возле посольства Украины. И, может быть, ещё в одной или двух акциях Яна принимала участие, потому что всё-таки она жила в сквоте и там иногда могла наблюдать какую-то подготовку к акциям и прийти сказать, я тоже хочу. Вот. А больше ничего и не было. И последний вопрос коротко, потому что у нас уже не остаётся времени. Почему вы согласились участвовать в не написании этой книги, но быть героинями этой книги? Потому что, в принципе, история вашего расхождения сына, это достаточно, я думаю, распространённая история для многих организаций, движений, политических партий. Разные происходят конфликты. Это личная обида или это что-то другое? Я думаю, потому что я понимаю, что в разных политических партиях и движениях происходит то же самое. И на любой работе могут быть подобные интриги. Я это всё прекрасно понимаю. Но когда я создавала это движение и отдавала всё себя, я думала, что все остальные вокруг меня, как минимум в ядре Фэмон, делают то же самое. И какое-то длительное время моей жизни это так и было. И Фэмон для меня это не просто участие в политической партии, где я создаю свою карьеру и там попутно ещё как-то свои идеи какие-то защищаю. Фэмон для меня это может быть это слишком идеалистично звучит или как-то по юноше такой юношеский максимализм в этом тоже есть. Но тем не менее Фэмон для меня это должна была стать. И я её так создавала. Это идеальная организация для женщин. И когда она перестала быть идеальной она не просто случайно перестала быть идеальной она перестала быть идеальной и стала ужасной для любой честной и вменяемой и французской или любой другой активистки потому что мы не одни с кем Инна сделала такое. Есть и французские и бельгийские и немецкие и канадские активистки которые подверглись точно таким же унижением оскорблением со стороны Инны когда Оливье пришел мы даже скажем так не соглашались быть или не отказывались быть участниками героинями этой книги просто Оливье позвал нас поговорить вспомнить поболтать о Фэмон что с Фэмон было что сейчас и когда мы стали разговаривать он был шокирован и ему захотелось узнать больше а нам к тому времени уже хотелось рассказать кому-то о том что мы переживаем и что движение переживает потому что вот например даже на этом вечере встреча которая была на прошлой неделе в книжном магазине Глоб когда к нам подошли там в конце молодые девочки которым там 20 лет нет и говорят что мы хотим тоже быть феминистками мы будем как вы мне не хочется их обманывать чтобы они пришли в Фэмон где Инна их обманет где Инна покажет им что нет никакого сестринства нет никакой солидарности женской есть просто карьера и а Фэмон это не то для меня для Оксаны для создателей Фэмон Фэмон это не то место где ты можешь просто продавать свое лицо это место где ты можешь найти плечо подруги где ты можешь найти возможность реализовывать свои гражданские права где в общем мне хочется рассказать людям и вот тогда захотелось о том что не стоит больше доверять Фэмон Фэмон больше нет тот Фэмон который сейчас называется Фэмон это Фэмон умер его больше нет не обманывайтесь и вот поэтому собственно мы герои потому что мы же молчали долгое время уже 2017 и все произошло в 2014 мы молчали мы стеснялись нам было стыдно что вот такая грязь произошла у нас в организации но сейчас мы поняли что мы должны защитить от этой грязи других людей не просто сокрушаться что с нами это произошло а защитить других женщин спасибо большое я напомню что с нами была Саша Шевченко одна из основательниц движения Фэмон и героиня книги французского журналиста Оливье Гужона который называется Фэмин история предательства